Клод Мане, французский художник-импрессионист, создавший много шедевров. Когда мы говорим о нем, представляем летние солнечные пейзажи, лилии в пруду, однако Мане писал и зиму. Сегодня речь пойдет о картине Сорока, которую художник написал в 1868-69 году. Картина большого формата. В этом видео показан процесс написания копии произведения Клода Мане. Художник писал картину, когда находился зимой в Нормандии, в городе Этрета, где он снял небольшой комфортный дом и жил с женой Камиллой и маленьким сыном Жаном. Здесь Клод Мане много работал. Направление импрессионизма в живописи Франции конца XIX века было чем-то новым, вызывающим вначале волну отрицания. Однако это не останавливало художников, которые стремились запечатлеть красоту мгновений постоянно меняющейся природы. Картина Сорока написана в жанре зимнего пейзажа. На первый взгляд в картине выглядит все достаточно просто. Из-за этой кажущейся простоты публика того времени не оценила творение художника, посмеявшись над фиолетовым снегом с зелеными и желтыми бликами. Искусствоведы и журналисты смеялись. Кажется, у художника галлюцинации, говорили они. Зрители называли картину нагромождением мазков. В результате такой реакции в 1869 году полотно было отвергнуто жюри парижского салона, но позже картина получит признание и ее передадут в музей. Глядя на картину, Сорока замечается не сразу. По словам Клода Мане, калитка сравнима с нотным станом, а Сорока – одинокая нота на нем. Птица – одно живое существо в картине. Она прилетела ненадолго. Сорока – символ быстротечности моментов. В настоящий момент картина Сорока находится в музее Орсы в Париже. С вами была Екатерина Зайкова. Подписывайтесь на канал и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok